Строительная компания строит госпитали в трех городах Алматы, Нур-Султане и Шимкенте. Здание построят по себестоимости. У строительной компании нет планов заработать на этих проектах. Больницу построят из готовых монолитных блоков, которые будут собирать на стройплощадке, как конструктор лего. Палаты уже будут в чистовой отделке. Там будет вентиляция с обеззараживанием воздуха, канализация, которая тоже будет очищать отходы перед выбросом в общий сток. Отопление и горячая вода предусмотрены в каждой палате. В палатах интенсивной терапии предусмотрен комплекс чистых помещений, что это позволяет. Это помещение, которое по сути комната в комнате, там все чисто. И также медицинские газы, то есть это жартый воздух, вакуум и кислород. Мы учитывали требования, на прошлой неделе вышли требования Всемирной организации здравоохранения, то есть максимально старались учитывать все эти требования и рекомендации при проектировании данных госпиталей. А врачи и медсестры живут в гостиницах. 700 медиков Нурсултана поселили в отеле. Также столичные медики получили премии за март, назначенные президентом страны. Порядка 700 медицинских работников размещены в гостиницах города, где они обеспечены трехразовым питанием. Также выделен транспорт для развозки их с работы и после смены, и также обратно на работу. Для работы с пациентами и медицинскими работниками привлечены психологи. По поручению президента Республики Казахстан Касымжамар Кемельча Тукаева 7469 медицинским работникам, это 163 врача, 683 среднего медицинского работника, 623 младшего медицинского работника, именно задействованных по борьбе с коронавирусом, в марте месяце произведена выплата премии на сумму 150 миллионов тенге. А в полиции показали защитные костюмы от инфекций. Во всех швейных цехах учреждений уголовно-исполнительной системы ведется пошив защитных средств. На первом этапе налажено производство масок. Изготовлено уже около миллиона защитных изделий. Кроме того, начато производство костюмов спецназначения для сотрудников полиции. Защитный комбинезон многоразового использования имеет водоотталкивающий эффект. Первую партию из 160 защитных комбинезонов получили столичные полицейские. Для защиты личного состава от коронавируса было принято решение сшить на базе колонии уголовно-исполнительной системы специальные комбинезоны. В связи с тем, что медицинских комбинезонов не хватает. И, во-вторых, они непрактичны для несения службы именно в части охраны общества порядка. Поэтому было выработано решение сшить специальные комбинезоны. Сегодня мы презентовали данные комбинезоны. В них сотрудники полиции будут нести службу и днем, и ночью на блокпостах. Это многоразовые комбинезоны, которые подлежат обработке. У них водоотталкивающая ткань, но в то же время у них хорошая функция по защите. Тем временем число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 700. Жертвами вируса стали уже 7 человек. А в мире число зараженных ковид приблизилось к полутора миллионам человек. От инфекции скончалось больше 82 тысяч человек. Боржанжа Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.